Променять российскую столицу на кубанскую Снежана Шацкая решила после того, как составила свое генеалогическое древо. Оказалось, прапрадеды девушки были казаками. Переехав в Краснодар, бывший московский менеджер начала изучать историю своей малой родины и ее жителей. А любимое хобби начала превращать в дело, которое может принести и доход, и пользу. Кубань имеет свои особенности. Это переселенческий регион. Сюда со всех уголков России съезжались населения. Только открыв самые первые документы, мы можем определить, были ли ваши предки казаки или они приехали из какой-то другой местности. Но это всегда интересно знать, откуда мой род, откуда мои корни. Пока нет собственного офиса над созданием родословных, начинающая бизнес-вумен работает в Краснодарском каворкинг-центре. Стол, компьютер, интернет и даже комнату для переговоров здесь предоставят каждому, кто пройдет конкурсный отбор. Главный критерий – быть зарегистрированным предпринимателем не больше трех лет. Постоянными резидентами центра сегодня стали уже больше десяти человек. Это и круглогодичное выращивание зелени, разработка умных станков, производство фруктовых сладостей, напечатанных на 3D-принтере. О своих проектах молодые бизнесмены сегодня рассказали губернатору края. Наш проект – альтернативная энергетика. На Кубани считаю, что это просто очень перспективно. Альтернативная энергетика на самом деле – это сегодня то направление, куда мы должны не идти, мы должны ломиться. Потому что сегодня дефицит энергии, он сегодня ощущается. Мы разработали проект мобильной автономной ветроэлектростанции, которая может базироваться на вездеходных шасси, то есть гусеничных, колесных. Давайте, когда будет опытный образец, который можно посмотреть, пощупать, посмотреть на его результаты, мы к этому разговору вернемся, и тогда помощь может быть более существенной. Сегодня, в первую очередь, нужно бизнес заинтересовать вашей идеей, и тогда, на самом деле, она может продаться уже сразу. Поэтому, вот здесь очень важно, чтобы она была не просто проектом, а проектом, который, естественно, реализуется и принесет прибыль, в первую очередь, бизнесу, и, неважно, региону, конечно же, и вам. Коворкинг-центр – это не просто рабочее пространство для начинающих предпринимателей. Здесь бесплатно окажут всю юридическую и бухгалтерскую помощь, расскажут и покажут, как составить бизнес-план и даже разработают сайт. Чуть ли не каждую неделю – лекции и мастер-классы. А со следующего года за резидентами даже собираются закреплять наставников – реальных предпринимателей, которые уже сделали себе состояние. В общем, все условия для успешного развития бизнеса и воплощения в жизнь самых разных идей. Вы каждый чувствуете, что вы не можете отстать от сегодняшнего времени, от возможностей, от сегодняшнего дня. Потому что, если вы сегодня отстанете, завтра вы уже можете быть там невостребованными или ненужными. Вы должны быть уверены в том, чтобы вы со своим этим продуктом сможете ворваться в рынок и еще быть там победителями. И, может быть, первопроходцами. Вот я уверен, что сегодня, может быть, как минимум половины здесь сидящих есть та идея, которая сегодня считается невозможной, а завтра она будет реализована. По количеству малых и средних предприятий Краснодарский край сегодня в пятерке лидеров. После осмотра каворкинг-центра Вениамин Кондратьев проводит встречу с теми, кто помогает создавать экономику региона. В зале и те, кто начинает свое дело, и те, кто в бизнесе уже давно. Вместо громких цифр и речей откровенный диалог о том, что нужно для дальнейшего развития предпринимательства. Главе региона жалуются на инфраструктурные проблемы. При подключении новых производств к инженерным сетям часто затягивают сроки. А в некоторых случаях энергомощностей и вовсе не хватает. Еще 6 декабря 2016 года наше предприятие заключило контракт на перенос высоковольтной линии электропередач. И на сегодняшний день вопрос с отключением так и не был решен. Здесь я хочу обратиться к энергосбытовым организациям. Коллеги, вы часть экономики региона. Простите здесь заниматься созданием дефицита. Андрей Таврович, если это очередная такая же ситуация, надутая, создайте так, чтобы на системной основе все это работало. Что электросети, что ФСК, они сами себе ставят регламу. Вот решение вопроса, сколько? 40 дней. Почему 40 дней? На самом деле, сделайте такую дорожную карту, в том числе на документы, которые входят в энергосбытовые, иные компании. И сколько находятся документы, и какой результат. Вот видите такой алгоритм. Вот вошли документы и вышли, и результат. А мы тогда, допустим, дадим оценку деятельности. Малому и среднему бизнесу сегодня нужен качественный переворот, чтобы уйти от схемы «купи-продай». Акцент предпринимателям предлагают сделать на создании собственных, пусть и небольших, производств. Для этого необходимо максимально использовать аграрный и промышленный потенциал, обращает внимание губернатор. Вы делаете реальную экономику. Именно вы, в том числе сидящие в этом зале. Вы делаете и даете, создаете реальные рабочие места и платите налоги от того бизнеса, который создаете. Малый, средний – это основное, это авангард любого бизнеса, любой экономики. Поэтому здесь еще раз хочу сказать, что я предложу максимум усилий, чтобы на самом деле вам было более комфортно быть на рынке, быть в здоровой конкуренции. Это очень важно, в здоровой конкуренции, чтобы могли развиваться. В бизнесе уже сегодня заняты почти 800 тысяч кубанцев, а доля малого и среднего предпринимательства в ВРП края больше, чем в среднем по стране. Около 30%. Но уже к 2030 году, согласно стратегии развития, небольшие предприятия сформируют как минимум половину ВРП региона.